привет друзья это проект деньги не спят и сами вновь василий оленик и наконец дошли руки записать очень интересный и важный выпуск который будет посвящен инфляции ведь именно от нее сейчас зависит дальнейшая судьба всей мировой экономики все в мире центральные банки пытаются пытаются еще раз пытаются ее разогнать но у них это не получается вопрос текущие гигантские вливания финанс систему которые придут в этом году смогут ли они разогнать инфляцию более того на разберем сегодня и финансовый сектор который как раз больше всех и страдает от побочных действий политики центральных банков ну конечно обсудим золото которое тоже вроде как является защитным активом от инфляции если у него еще потенциал роста и стоит ли его покупать в надежде на разгон инфляции будет ли вообще этот разгон инфляции это тоже сегодня обсудим давайте сначала разберемся почему важна инфляция для чего все центральные банки пытается ее хоть как-то приподнять но у них пока это не получается в период когда в экономике становится все плохо в период рецессии единственный драйвер роста экономики это рост конечных конечного спроса то есть потребители должны начать больше тратить и тогда это может помочь экономике восстановиться если же в период рецессии мы видим что начинается процесс не инфляции от дефляции то есть цены на товары длительного пользования продолжают из года в год не расти а снижаться то потребитель начинает экономить а не тратить и соответственно это еще больше наносит удар по экономике которую надо восстанавливать поэтому по и пытаются центральные банки сделать более дешевые деньги более дешевые кредиты чтобы заставить потребителя тратить но если цены расти не будут он не будет тратиться поэтому инфляция это важнейшее звено в любой экономике если хотите чтобы экономика восстанавливаться в экономике должна расти инфляция очень много разговора в этом году муссируется относительно 10 центральных банков что мол их гигантские выливания в размере 10 может быть более триллионов долларов совокупно приведут к разгону инфляции в мире но история и практика говорит нам пока об обратном давайте посмотрим на примере японии действие японского центрального банка почти 20 лет япония уже печатает деньги причем последние десятилетия ставки японии прекрасно знаете там нулевые и есть ли разгон инфляции в японской экономике нет им всего лишь один раз четырнадцатом году удалось разогнать инфляцию чуть более двух процентов ну вот еще в 2008 году инфляция достигала отметки два процента все несмотря на то что японский регулятор за последние пять лет напечатал или влил финанс в систему почти 4 триллиона долларов это в долларом эквиваленте баланс центрального банка японии где разгон инфляции почему печатный станок такими темпами не привел к росту инфляции именно по пути японии сейчас пошли все страны и все центральные банки вот казалось бы у вас есть наглядный пример что десять лет печатного станка и нулевых ставок никак не разгонят инфляцию почему вы считаете что именно в вашей стране если идти по похожему пути это получится сделать разогнать инфляцию бред глядя на наглядный пример зачем повторять ошибки причем политика а бы господина об экономика ее так и называют она провалилась и это утверждают абсолютно все экономисты но нет никто не хочет ничего думать давайте попробуем вдруг получится китай пожалуйста китай тоже напечатал за последние 10-20 лет триллионы долларов раздул большой кредитный пузырь и теневой финансовый сектор в котором огромное количество сейчас долгов а кстати одна из одна из самых больших тоже угроз на горизонте год-двух если проблемы начнутся в китае финансовом секторе там они оцениваются тактичные активы несколько триллионов долларов и несмотря на все тоже гигантские вливания в китайской экономике мы видим прекрасно нету разгона инфляции пожалуйста с 2006 года за 15 лет где где инфляция в китае да она в рамках разумности но два три пять семь десять процентов мы не видим роста давайте посмотрим на европу максимальная инфляция в европе было в 2001 году на уровне два с половиной процента самое интересное что в 2014 году европейский регулятор полностью изменил свою монетарную политику начал агрессивно снижать ставки и потом еще запустил печатный станок вот мы прекрасно видим с 2014 года как рекордными темпами начал расти баланс европейского регулятора но что мы видим снижение ставок которые сейчас уже находится ставка по депозитам минус 0 5 ставка центрального банка 0 и рекордные вливания и печатный станок никак не разгоняют инфляцию инфляция с 2015 года отметку в полтора процента не может даже преодолеть последние семь лет европа находится в дефляции и и это на почти нулю при почти нулевых ставках и при рекордном печатном станке нет разгона инфляции хорошо давайте посмотрим на америку то же самое ставка центрального банка мы видели уже три цикла если брать последние 20 лет мы видели уже три цикла снижения процентных ставок и два цикла роста процентных ставок но несмотря на рост или снижение процентных ставок окей инфляцию как вы видите ни разу не закрепилась выше отметки в два с половиной процента с 2010 года инфляция чуть чуть выше двух процентов держится и все да сейчас из-за коронавируса понятно что спад потребление все остальное сейчас инфляция вообще скатилась ближе к одному проценту и ставки нулевые если сейчас посмотреть на историю почти семидесятого года то вы прекрасно видите там 78 79 год максимальная инфляция в сша была 14 процентов а ставка в тот момент достигала 19 процентов по-моему тогда главой фрс был господин полсон до дабы обуздать как раз эту гиперинфляцию ставку он поднял до баснословных 19 процентов что потом обрушил экономику но если это отдаляться так далеко не надо наш там абсолютно другая ситуация и в мире было да экономика другая была но если брать более-менее современные состояние экономику последние 20 лет с 2000 года то вы видите пожалуйста инфляция не превышала и сильных скачков не было несмотря на цикл повышения снижения процентных ставок все в норме за последние десятилетия с 2010 года инфляция находится в районе двух процентов но не более при этом баланс федрезерва пожалуйста он был еще в начале двухтысячного года в районе одного триллиона сейчас он скакнул до семи триллионов то есть напечатанные 6 триллионов и нулевой и длительный период нулевых ставок который мы наблюдали с 2008 года почти по две тысячи пятнадцатый до столько лет ставка была нулевая никак не разогнали инфляцию за последнее десятилетие до четыре мировых регулятора напечатали почти 20 триллионов долларов давайте приблизительно и это не привело в мире к разгону инфляции год-году инфляция сильно нигде не скачет почему же сейчас некоторые считают что если в этом году все мировые регуляторы вместе напечатают около 10 а может быть чуть больше триллионов долларов почему это должно привести к инфляции вот это интересный вопрос чтоб на него ответить нужно понять природу инфляции но к сожалению природа инфляции в каждых странах своя и сравнивать развивающиеся страны и развиты здесь вообще некорректно мы не можем сравнить россию америку в россии вообще вот спрашивают конечно и примером не приводит постоянно вас посмотри на цены на хлеб на бензин как все растет на товары длительного пользования это отдельная история но окей вы же понимаете что рост цен зачастую на тот же на хлеб на питание связан с ценами на бензин которые постоянно растут из-за кривого правила налоги которые в россии повышаются ведь эти налоги ндс повысили они тоже отразились в ценах на хлеб на питание на все но они же природы инфляции не печатный станок плюс соответственно импортные товары которые в россии составляют гигантскую долю и соответственно девальвация рубля приводит к росту всего импортного товара который просто нас везде окружает поэтому тоже это отражается в инфляции но причем здесь печатные станки в америке и в европе и в японии и в россии если что-то пошло вы говорите доллар обесценивать себя спрошу к чему бы не хлебу друзья квартира в москве еще раз вот в подмосковье там возьмем там 14 год 6 миллионов рублей подмосковье стоила квартира это было 200 тысяч долларов сейчас спустя пять лет 6 миллионов рублей это уже 70 80 тысяч долларов то есть квартира в долларах подешевела более чем в два раза и пройдет еще два-три года скорее всего квартира станет стоить 50 может быть 40 тысяч долларов так который в пятнадцатом году стоило 200 и получится что на горизонте 67 лет в доллар квартира может упасть в четыре раза вообще как так америка печатает ведь долларов больше чем весь мир вот такой вот парадокс на мой взгляд есть три важных причины по которым инфляцию разогнать практически не удастся мировым регулятором первая причина конечно это закредитованность домохозяйств практически все население в мире закредитовано и долги домохозяйств только растут растут и будут расти ну в россии вы прекрасно ситуацию знаете сейчас население закредитовано максимум за всю историю в сша в европе о чем говорить там вообще вся жизнь у людей в кредит но в отличие от россии где пять лет по вам подряд уже естественные доходы населения не растут а падают в сша все-таки мы видим на протяжении последних лет и рост заработных плат вот и в европе такая же тенденция наблюдалась то есть там да все-таки доходы могут чуть-чуть расти но с учетом накопленного долга домохозяйств который все-таки продолжать тоже расти мы понимаем что в конечном счете повышенного спроса на товары и услуги ждать не стоит но в текущей ситуации который мировой экономик случилось после кризиса и вируса к кучу людей останется безработными не смогут найти ближайшие годы наверное работу тем более повышенного спроса со стороны потребителей ждать не стоит это важный момент второй важный момент это цифровизация экономики все больше и больше людей деньги тратят виртуальной какой-то реальности давайте я поясню на примере того же нетфликса или про любых стриминговых сервисов которые сейчас набирают оборот эти компании он взлетает дам сотни миллиардов долларов уже стоит сколько подписчиков нетфликса появилась за последние там полгода гигантское количество то есть люди платят теперь за стриминговые сервисы за контента за просмотры сериалов фильмов деньги но эти траты никак не влияют на инфляцию что повышенный спрос на подписку нетфликса привел к росту цен на подписку нет не привел что нетфликс дальше будет повышать может дальше по повышать цены на подписку нет не будет повышать потому что конкуренция в этом сегменте на оборот растет появилась дисней плюс там apple стриминговые телевидения развивает поэтому из-за роста конкуренции в этом цифровом сегменте наоборот скорее всего цены на подписку могут снижаться а люди туда все больше и больше тратят денег то есть вот эта лавина денег которая тратится в цифровой такой виртуальной экономике она никак не влияет на инфляцию это тоже очень важный момент тот же apple допустим развить как развитие технологий влияет на инфляцию пример с обычным телефоном раньше мы покупали 10 нам нужно было 10 разных каких-то гаджетов проигрыватель dvd сейчас это все есть в одном телефоне с нам телефон заменяет как минимум 10 альтернативных устройств которые мы покупали буквально еще 10-15 лет назад это тоже очень хороший пример развития экономики и прогресса экономики но есть и более на мой взгляд важный момент который влияет на инфляцию который как раз не может и не сможет привести к разгону инфляции но чтобы его понять нужно разобрать как устроена вообще экономика отдельной страны или глобально какие взаимосвязи в ней есть это наглядный пример как устроена взаимосвязь в любой экономике конечно от валюты мы понимаем что экономика зависит конечно зависит чем слабее валюта тем чаще экономика чувствуется лучше если тем более ты экономика экспортно ориентирована весь мир уже десятилетия бьется за обесценивание валют такая валютная война идет уже давным-давно фондовый рынок да от него экономика тоже зависит но в меньшей степени денежный рынок влияет на экономику чуть побольше потому что если будут проблемы с ликвидностью в экономике ставки на межбанке пойдут наверх да это приведет к обрушению фонда у рынка понятно что это отразится на валюте и конечно на экономике но самый важный рынок самый большой по капиталам и самый важный это рынок долговой рынок облигации в любой страны понятно что по размерам он в разы больше чем рынок фондовой и друзья именно от ситуации на этом рынке и зависит почти любая экономика любой страны вы же прекрасно знаете что если российские уфс мгновенно начнут продавать и конвертировать обратно рубли в иностранную валюту до рухнет и рубль возможно рухнет и российской там экономик мы такое уже видели в четырнадцатом году то же самое будет если в европе на рынке долга начнутся продажи до мгновенно будет падать евро и фондовый рынок и экономика поэтому задача мировых регуляторов первым делом удерживать на плаву стабильную ситуацию на рынке долга и более того долги то у стран растут с каждым годом как снежный ком и мировые регуляторы специально понижают ставки дабы обслуживать эти долги было как можно дешевле и плюс если ситуация на рынке долгу ухудшается до врубают печатные станки поддерживают цены выкупая на свой баланс облигаций все центральные банки то есть когда вам говорят центральные банки что мы запускаем печатные станки для поддержки экономики для разгона инфляции ну на мой взгляд это абсолютно чушь все это делается для того чтобы еще раз говорю удержать ситуацию только здесь потому что если долговой рынок пошатнется в какой-либо стране все экономика пойдет под откос и цепная реакция вот в этом году дефицит бюджета сша не знаю на сколько скажем на 2 на 3 триллиона там роли не играет кто выкупит эти долги конечно минфин сша будет размещать облигации она на их на свой баланс выкупит фрс и получается да мировая экономика в этом году потеряет там до 9 триллионов долларов и напечатаны 10 триллионов долларов пойдут на обслуживание долга а что получит реальная экономика а ничего не получит в реальную экономику деньги не идут большинство напечатанных денег идет на обслуживание долга и более того все эти напечатанные за последние десятилетия триллионы они шли как раз на обслуживание долга причем я говорю компании должны обанкротиться Это страны или государства, банки должны банкротиться, если ты не можешь больше обслуживать свой долг. Но их перекредитовывают, дают им новый долг для того, чтобы они держались на плаву. И рано или поздно все равно наступит процесс очищения. Кто слабый, тот умрет. Как восьмой год кризис он очистил. Многие компании, 2000 год, очень много было дефолтов. Это очищение системы. Сейчас в этом году его не произошло, но впереди еще. Поэтому в реальную экономику напечатанные деньги не идут. А значит нет и разгона инфляции. Правильно ведь? Самое интересное, что за последние 5-7 лет, я помню там в 15-16 год, Европа тоже запускала такие программы ЛТРО-1, ЛТРО-2. И по-моему даже в 17-м или 18-м году была запущена программа кредитования реального сектора. То есть банкам давали деньги почти бесплатные, под ноль, для реальных кредитов реального сектора. Но банки их не брали. Не хотели или не видели. Нет смысла кого-то кредитовать, когда экономика не растет, а падает. Поэтому очередная лавина кредитов и денег, которую получили банки в этом году, мы видим, куда она вся пошла. На фондовый рынок. Такие имена, как Apple, Amazon, Google, Facebook. Мы их постоянно разбираем. Вы видели, куда взлетели акции этих компаний? Потому что на фонду, на долговом рынке вкладываться больше некуда. Там уже пузырь надут, цены на максимуме, доходности в нулях. Поэтому деньги пошли на рынок. Там можно быстрее заработать, нежели в реальной экономике, где отдачу надо ждать год, два, три, четыре, а может быть никогда не будет отдачи. Поэтому никто не хочет вкладывать эти деньги. И как бы регуляторы не хотели заставить деньги пойти в реальную экономику, они туда не идут. И не пойдут. Что очень важно из этой ситуации? Пока мировые регуляторы снижали ставки и делали обслуживание долго как можно дешевле, там нулевые ставки почти на долговом рынке почти по всему миру. Да, это хорошо для обслуживания долго. Но это и есть главный побочный эффект для всего финансового сектора. И в Европе, и в Америке, и в Китае. Нулевые доходности на рынке облигаций это большой минус для всех банков и главное для пенсионных фондов. Ведь пенсионные фонды, еще раз, деньги должны из года в год расти, иначе накопления граждан не будут расти. Нам же не нравится в России, что нам 5, сколько уже, 3 или 4 года отменили индексацию пенсий. А в Европе нет отмены индексации, но там тоже на величину инфляции пенсии просто перестанут прирастать, потому что во что вкладывать? Чтобы хоть капал, хоть какой-то процент. Только рынок акций, но пенсионные фонды не могут все деньги положить в рынок акций и банки. Поэтому мы подошли к такому пику и к такому, я считаю, переломному моменту, когда что-то должно уже произойти. Если начнется разгон инфляции, то начнутся, на мой взгляд, очень сильные движения здесь. Потому что здесь доходности нулевые, а цены на максимуме. И если инфляция начнет скакать 1,5%, 2-2,5%, кто будет держать огромные капиталы под нулевую доходность? Здесь начнутся тогда продажи. А если здесь начнутся продажи, как вы понимаете, то все приведет к обрушению экономики, цепной реакции, к обвалу рынка и валюты и всего. Плюс не забывайте, если начнется рост инфляции, что будут делать центральные банки? Повышать ставку от безвыкновенности. Ведь ключевое правило любого центрального банка – это таргетированная инфляция. Контролировать инфляцию. Делать все возможное, чтобы она выросла, но если она начинает чрезмерно расти, ее надо будет сдержать. Потому что гиперинфляция тоже никому не нужна. Потому что потребительская способность людей просто начнет обесцениваться, падать. Поэтому если мы увидим, что инфляция не растет, начнет ложиться финансовая система. Если инфляция начнет расти, начнут рушиться та самая гигантская, надутая за всю историю пирамида на рынке долга. По понятным причинам. И здесь выхода нет. Пусть регуляторы теперь и думают. Давайте подождем еще год с нулевыми ставками, пока кряхнут все банки в Европе, в Японии или в Америке. Или все-таки что-то будем делать. Особенно если пойдет расти инфляция. Это интересный момент и интересная тупиковая ситуация. Это в угол, который загнали сами себя центральные банки. Еще один момент, конечно, важный. Мы видим рост денежной массы, М2. Деньги в свободном обращении финансовой системы. Она безоткатно растет. Деньги финансовой системы становится больше. Но это не приводит к разгону инфляции. Еще раз, это график с 60-го года. А инфляцию вам показывал в Америке. Да, мы даже видим, если более правильно смотреть, прирост денежной массы именно год к году. Скачки, вы видите, они есть. До 10% год к году прирост. Сейчас самый рекордный прирост за всю историю. Вы прекрасно тоже это видите. Да, самое интересное, что сейчас, в 2020 году, впервые, по-моему, в истории, Федрезерв вкачал денег именно в реальную экономику. Ведь люди, которые сидели безработные в карантине, получали неплохие дотации от государства. Потребительские доходы в США в момент карантина выросли, а не упали. То есть люди ходили, зарабатывали, у них зарплата была меньше, чем они получили денег, нежели сидели в карантине без работы. И как раз это впервые были в истории вливания в реальную экономику. Поэтому, в принципе, в эллировших квартал или два, может сработать тот самый отложенный спрос. Население стало чуть богаче. Два месяца оно ничего не тратило, у него не было возможности. И сейчас, получив вот эти денежки вертолетные, ну, по-другому их не назовешь, да, понятно, что может сработать отложенный спрос при открытии экономики, и мы увидим повышенное потребление со стороны конечного пользователя. И это может привести действительно к росту цен в третьем, в четвертом квартале. Причем довольно-таки хорошему скачку. И вот это тоже важный момент, за которым стоит следить очень внимательно. Потому что, если инфляция скакнет, поверьте мне, скорее всего, на рынке долго в мире начнутся продажи. По причине боязни. А вдруг этот процесс только начинается? Это не точный процесс на один, два, три месяца. А вдруг это начало роста инфляции? Зачем мы тогда сидим под нулевой процент в активах, которые даже не обгоняют инфляцию? Мы нет-то теряем, получается, за год. Поэтому, если будет скачок инфляции, это может тоже привести к обрушению финансовых рынков. Потому что, если пошатнется еще раз пирамидка, самая нижняя ее основная часть, все мгновенно, будут проблемы здесь, ставки летят в космос на всем нужны будут деньги, будут проблемы с долларами, и, соответственно, будет падать фондовый рынок по причине, что будут продавать все свои, соответственно, активы. Поэтому это очень важный момент. Такое может произойти. Вот, соответственно, наглядный тоже пример. Доходность десятилетних облигаций Германии и биржевой индекс DAX. Возвращаясь к той же пирамидке. Пока на рынке долго в Германии или в любой другой стране все хорошо, то есть цены на облигации растут, а доходность падает, 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 падает. Вот пример с 2000 года. Мы видим, падает, падает доходность. Упали уже минус 0,46 доходность по десятилетним облигациям Германии. То есть, если хотите парковать деньги в немецких облигациях, в самых надежных, вы еще и доплачиваете за то, что покупаете облигации. Может эта доходность упасть минус 2, минус 3, минус 5? Нет, скорее всего, это абсурд. Хотя и даже минус 0,4 это абсурд. Но в любом случае закономерность вы видите. Если ситуация на рынке долго ухудшается, доходность начинает расти, а цены падают, мгновенность приводит коррекцию на фондовом рынке. Любой всплеск по доходности приводит коррекцию на фондовом рынке. Скакнет, если доходность, коррекция на фондовом рынке. Внимание, вопрос. Вы думаете, будет падать доходность еще дальше вниз? Да некуда ей падать. У нее дорога только одна вверх. С минус 0,4 дорога только вверх. Я не думаю, что найдутся идиоты платить минус процент, или минус 2, или минус 3 в год за того, чтобы парковать деньги на минус облигациях при нулевой инфляции. Вы 2% как минимум просто в год будете терять. Поэтому дорога вниз по доходности, на мой взгляд, закрыта. А значит, впереди через месяц, через полгода, через квартал или 2, или 3, я не знаю. Но тут дорога одна только вверх. А если начнут расти доходности на рынке облигаций, цены падать, это приведет к обвалу на фондовом рынке. Вы что-то прекрасно понимаете. Взаимосвязь, она как была, так и осталась. Вот исходя из этого, эта ситуация с Германией, ну точно такая же ситуация по всему миру. И в Америке, и во Франции, Греции, Испании, Португалии, где угодно. Да и в России плюс-минус то же самое. Впервые там, по-моему, в истории у нас ставка 4,5, а индекс RGBI там 160 пунктов. Максимальные цены на ОФЗ и минимальные доходы за всю историю. Да, она не нулевая в России. Ну, мы не можем в ноле пустить у нас инфляция. В России все-таки другая. Поэтому я к тому, что мы пришли еще раз к тупику. Ниже некуда падать доходностям. Впереди дорога только рост. Самое интересное, вот еще раз возвращаюсь к графику, которую мы показывали в одном из выпусков, немецкий биржевой индекс DAX. Ну почти там, да, недалеко от исторических максимумов. А посмотрите на динамику банковского сектора Европы. Он находится на абсолютном историческом минимуме. Он переписал минимумы 2008 года. По причине как раз действий регуляторов. Деньги печатают, все хорошо, но экономика не растет, инфляция не растет, а побочный эффект нулевые ставки добивают банковский сектор. Европейские банки уже давно просят регулятора, подойми ставки. Нам зарабатывать нечего, нет больше доходности на рынке долга. Но если европейский регулятор начнет повышать ставки, это обрушится экономику. Если не начнет повышать, добьет финансовый сектор. Тупик? Тупик. Вот отражение, побочный эффект. А банковский сектор, на мой взгляд, это и есть зеркало экономики. Вот реальная действительность. Если банки не могут зарабатывать, значит экономика не стоит, не циркулирует, значит некого кредитовать, значит все парализовано, все. А это так и есть. Это так и есть. И в Америке то же самое. Индекс S&P 500, 3100, 3200 мы уже в этом году отскок видели. А банковский сектор после мартовского обвала отскочил всего лишь там на треть. А где банки-то вообще находятся? Желтым, это вот динамика банковского сектора, так они находятся на уровне 2000 года. Вот Банков Америка, зеленый график там, он тоже находится на уровне 2000 года. Тогда индекс S&P 500, 2002, первый год был тысячу пунктов индекс S&P 500. Сейчас три с лишним. Больше чем в два раза вырос индекс S&P 500, а банковский сектор за 20 лет показал 0% роста. Это в Америке еще банковский сектор чувствует себя неплохо, честно сказать. И последние стресс-тесты показывают, что у них дела в принципе неплохи. Но давайте посмотрим, что будет к концу года, когда начнут расти корпоративные дефолты. Просрочки по ипотекам, задолженность по рассрочке по пластиковым картам, по-моему, уже триллион давно пробили. Задолженность по студенческим судам в США, по-моему, 2 триллиона уже пробили. Отметочку. Вы представляете, какая там долги корпоративного сектора, по-моему, сейчас будут к концу года 12 триллионов, долги домохозяйствам и всего остального еще там под десятку можно триллионов. Представляете, что начнет с просрочки? А это еще при нулевых ставках. Поэтому, конечно, ситуация не очень благоприятная для банковского сектора. Любой дальнейший исход, вот понятие, что такое цуцванг, да? В шахматах есть такая ситуация, называется цуцванг, когда каждый следующий шаг приводит к ухудшению твоего положения, твоей ситуации. Чтобы ты не делал, это приводит к ухудшению ситуации. Вот то же самое у центральных банков. Поднимут ставки, добьют экономику, не поднимут, сам по себе финансовый сектор ляжет совсем скоро. Наверное, с Европы начнет, не с Америки, но роли не играют. Может быть, с Китая, может быть, с Азии, где угодно. И что меня все-таки еще пугает, один момент. Кто бы что ни говорил, но вот это самый важный и интересный график. Я его тоже перед Новым годом еще показывал в сентябре, в октябре, в ноябре. Почему я тащил в шортах и ждал как раз этого обала фондового рынка, сопротивлялся. Я говорю, не может этот индикатор не работать. Рынок долга самый умный. И доходность, спред между двухлетними и десятилетними, то есть спред между короткими и длинными облигациями, это самый лучший в мире индикатор. Потому что там самые на рынке долга большие капиталы и большие работают дяди, которые выстраивают модель долгосрочную и заранее ее строят за несколько кварталов до будущих каких-то ситуаций. И если этот рынок нам говорит и сигнализирует о чем-то, на него первым делом и надо смотреть. Вот он, 2020 год, вот она коррекция 2020 года. И посмотрите, еще в конце 2019 года как раз спред между двухлетними и десятилетними облигациями пришел к нулевой отметке. Последний раз такое было, вот, шестой, седьмой год, и в восьмом случился обвал. Перед этим нулевая отметка и чуть ниже рынок провалился в 99-м году. А теперь что нам сигнализирует этот индикатор? Он разворачивается. И это очень интересный момент. То есть кто-то это нам говорит, что инвесторы готовятся все-таки и верят в рост экономики, вопреки, не знаю, прогнозам вообще всех. Кроме Трампа никто не верит в рост экономики. Все прогнозы, что экономика за два года мировая вообще не вырастет, окажутся по итогам двух лет в минусе. Но кто-то верит или в рост экономики, или в рост инфляции. Как ни странно, потому что спред между двухлетними и десятилетними облигациями разворачивается. Это очень интересный момент и в то же время интересный момент и он тоже работает с неким лагом. Посмотрите просто как это было в 2000 году и соответственно в 2007-2008 доходность разворачивалась не так быстро. На все про все занимало два года. И соответственно в 2000 году то же самое 2000-2001 доходность взлетала почти полтора года. Полтора года. Если сейчас доходность пойдет, спред начнет расходиться вверх, точно так же расти, то есть начнутся явно либо продажи на рынке долга, либо просто рост ставок на рынке долга и падение цен, либо может быть просто в какой-то стране начнут лопаться пирамиды долговая, я не знаю, в Европе или что угодно может привести к росту долгосрочных доходностей. Я не знаю, что это. Еще раз, рост инфляции или рост экономики или повышение цикла процентных ставок, хотя про него даже сейчас никто даже близко не говорит. Я не знаю, что. Но индикатор разворачивается и соответственно очень похоже, что что-то произойдет на горизонте года полутора и мы увидим спред между доходностями и его опять взлет куда-то туда кверху. А что в эти полтора два года происходит с фондовым рынком? Падение. Падение. И здесь, да, этот отскок, который мы видели, да, все хорошо. Потом начнется другая немножко реальность. Если спред начнет расти, фондовый рынок рухнет. Рухнет, другого быть не может. Интересный момент, самому интересно, что будет дальше. Вот хоть убейте, но чтобы, еще раз говорю, не делали дальше регуляторы, все равно, сколько веревочки не веся, вы зашли в тупик. Еще, конечно, вопросов много про золото. Стоит ли бежать с золота? Является золото или защитным активом от инфляции, от печатных станков? Ну, давайте просто посмотрим. Вот наложил ставку Федрезерва и золота на одном графике с 1970 года. Взлет, в принципе, хороший взлет с 2000 года. Там росла мировая экономика, соответственно, росла и инфляция, и как ни странно, ФРС повышал ставку, чтобы обуздать инфляцию, потому что в нормальной экономике все нормально циркулировало, все хорошо, и несмотря на повышение ставок, золото тоже продолжало расти. Потом обвал 2008 года, коллапс мировой экономики, золото, конечно, на этом выстрелило. Но интересен именно вот этот период с 2011 года, когда золото было 1800 пунктов, и потом мы видим, ставка на нуле лежала вплоть до 2016 года, а деньги Федрезерв продолжал печатать. Была программа запуска количества смягчения вторая, третья, потом присоединилась уже печатная станка в Европу, чуть позже. То есть деньги не перестали печатать ни в 2010, ни в 2011, ни в 2012 годах, ставка на нуле, но золото не росло при такой сверхмягкой монетарной политике, при печатанном станке и при нулевых ставках. Золото с 1800 упало на 1050, на 750 долларов. Как ни странно. И к инфляции, к разгону мы понимаем, что это тоже не привело. Почему сейчас вы считаете, что золото должно расти дальше? Я, честно говоря, не вижу причин. Да, мы можем сейчас показать выход куда-нибудь, перехай сделал, 1900, может быть, даже 2000, но причин для роста цен на обычный сырьевой товар, себестоимость которого 1200 долларов в среднем по миру, условно, я не понимаю, почему оно должно расти. Это емкость рынка, причем она не такая большая, чтобы, во-первых, это было убежище от инфляции или от какой-то геополитики, что угодно. Надо понять, с чем коррелирует золото. С процентными ставками? Нет. Процентные ставки на золото никак не влияют. Печатная ставка на золото никак не влияет. Индекс доллара я тоже сравнивал. Доллар и укреплялся, и падал тоже долгосрочно. Ничего это не влияет. Золото коррелирует лишь с одним очень важным активом. Защитным активом. Ведь золото тоже защитный актив. И сейчас золото коррелирует. Единственное, где осталась корреляться только с американскими трежерис, с американскими облигациям. Вот, пожалуйста, за последние пять лет график. Если доходность по американским облигациям падает, то золото соответственно растет. Если доходность по американским облигациям растет, то золото падает. И этот спред, эта закономерность работает уже десятилетия. И сейчас тоже, если посмотреть на этот же индикатор, вот за всю историю, с 80-го года график, сейчас 2020-й, 40 лет мы видим падающий тренд по доходностям американских трежерис. С отметки, сколько там были они там, на пиках вообще была 16 процентов была доходность по американским трежерис, в 2000-м году она была 6 процентов, сейчас она близка к нулём. 40 лет, в принципе, то же самое по всему миру. Где-то уже ноль, где-то минус, в Америке еще ставочка положительная по доходности. Если, да, доходность продолжит дальше снижаться, до золота будет, конечно, еще имеет шанс порасти, там, да, мы видим, вот сильный провал по доходности именно в марте, на пике паники кризиса, да, но и сильный скачок по золоту мы видим. Если завтра доходность скакнет сильно, золото рухнет. Без разницы, что будет в мировой экономике, какая разница. А здесь теперь ответьте мне просто на вопрос, какой потенциал снижения в доходности осталось по американским трежерям? Я думаю, что он ограничен. Потому что, если довести до нуля или в ноль их десятилетки, допустим, уйдут, кто же их будет покупать в таком объеме? Кто их в мире в таком объеме будет покупать? Они не будут покупать, поэтому это невозможно, по моему взгляду. Поэтому тоже мы, скорее всего, близки или в финальной фазе находимся по 40-летнему циклу снижения доходности по американскому долговому рынку. И впереди тоже по какой-то причине должен быть рост. А значит, если будет рост, то и золото обречено на падение. Плюс, не забывайте, и еще раз говорю, это единственный индикатор, с которым логично коррелирует золото. Со всем остальным нет. И, соответственно, еще один такой момент важный. 2018 год тоже особо не видим, чтобы золото сильно в 2018 году скакнуло. Вот он, 2018 год, обвал, хороший на рынке случился, но золото тогда особо защитным активом не выступило. И вы понимаете, что если случится действительно какой-то тотальный хаос причине чего-то, и будет падать фондовый рынок, будут падать и облигации, вы понимаете, что фонды, которые держат разные абсолютно активы, пусть это будет даже и золото, и нефть, они будут вынуждены продавать все. Когда к тебе приходят клиенты, забирают деньги, потому что все падает, ты будешь продавать любые активы, которые у тебя еще находятся в плюсе. Не имеет значения, что это. Если тебе нужен в моменте кэш, потому что у тебя клиенты забирают, к тебе приходят, ты будешь продавать все, что у тебя есть в портфелях роли не играет золото по сути как и биткоин еще раз объяснял коррелирует там и будет паника будет падать все и биткоины ваши будут падать и золото будет падать все будет падать нету актив убить актив убивший просто американский доллар и все в моменте но если конечно вы не шортите поэтому глядя на эту картинку долгосрочно я потенциала золото честно говоря не верю и не вижу 2000 пунктов 2000 долларов золото ну в теории да может показать в принципе ставочка может ближе к нулю скакнуть в какой-то момент опуститься мысли но и золото может душечку показать сделать двойную вершину а потом как с палладием с дух там деле там с двух тысяч на тысячу бабах за недельку паладил недавно же видели как сложился на 50 процентов за неделю и золото могут сделать то же самое друзья ситуация в которой сейчас находится мировая экономика тупиковая ситуация действительно крайне сложная оценивать ситуацию можно с разных ракурсов углов мнений может быть сколько угодно я вам высказал лишь отдельное свое личное мнение мне очень нравится разбираться вот сейчас в последствиях того что натворили центральные банки если у вас сложилось альтернативное мнение относительно текущей ситуации если вы видите как-то мир развитие мира по-другому пожалуйста пишите в комментариях под этим видео ваши взгляды я с удовольствием подискутирую на мне будет крайне даже приятно но в любом случае чую одной точкой мы где-то на пороге чего-то очень и очень плохого так что будьте аккуратны будьте аккуратны пока пока